Господом. Слава Богу! Сегодня я хочу делиться, то, что Бог положил мне на сердце, одной историей, даже, наверное, больше двумя историями из Священного Писания. Пусть это будет нам такое, как наставление в Новом Году, чтобы мы могли что-то взять для себя и научиться из Божьего Слова. Слава Господу! Вы знаете, не всегда бывают, ну как, не всегда бывают такие хорошие времена. Когда мы читаем Библию, особенно жизни, истории израильского народа, мы можем видеть, что очень часто в жизни Израиля были трудные времена. Не всегда было им легко, не всегда они имели какой-то достаток или купались в Божьих благословениях, хотя и такое тоже было. Но были такие времена трудные, были времена сложные, были времена проблемные, в которых не было ни благословения, ничего. И тем не менее, Библия говорит, что Бог не оставлял Израиля. Бог, око Господа всегда было над народом Его. Слава Иисусу! Мы должны тоже это понять и знать, что Господь, даже если мы проходим через какие-то трудные времена, непонятные для нас, Бог не оставит нас. Его око, оно над нами, Бог смотрит на нас и Он думает о нас. Слава Иисусу! Давайте мы откроем одно место, которое я хочу сегодня прочитать. Это книга «Третье царств» и история вообще «Третье царств», 17 глава. И мы взглянем с вами на двух людей, которые жили в то время, с чем им пришлось столкнуться, как они прошли трудные времена, что было в их сердце. Вы знаете, Библия говорит, что в то время в стране, в Израиле был великий голод. Несколько лет Бог не давал дождя на землю. Голод. Ничего не росло. И тем не менее, Бог заботился о людях. И вот давайте прочитаем второй стих. И было к нему слово Господнее. Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харифа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню, пошел, и остался у потока Харифа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо вечером, а из потока он пил. Мы читаем с вами удивительную историю о пророке Илии. В стране великий голод. Люди умирают от голода. А Бог говорит этому человеку, пойди скройся. Я укажу тебе одно место. И в этом месте не будет никого. В этом месте ты будешь один. И там, в этом месте я буду заботиться о тебе. Вы знаете, в нашей жизни тоже могут быть такие времена, когда мы будем проходить через какую-то долину одиночества. Когда рядом с нами не будет тех людей, которые будут поддерживать нас, которые будут поднимать наши руки, когда они опускаются. Мы будем переживать одиночество, когда мужья вдруг перестают понимать своих жен. Жены не понимают своих мужей. Когда дети оставляют своих родителей. Такое состояние одиночества, голода. Но мы читаем здесь, даже и в такое время, Бог не оставил Илию. Пойди скройся. Там, в этом месте ты будешь один. Но не совсем один. Ты будешь чувствовать и видеть мою руку. Ты будешь переживать мою заботу, как никогда. И вы знаете, что удивительно? Когда читал, я читал первый раз эту историю, я думал, ну сказка какая-то. Ну какая-то сказка. Ну как такое может быть? И тем не менее, в стране голод. А Бог повелел воронам. И эти птицы, они на протяжении долгого времени, ни день, ни два, годы, они приносили ему утром хлеб и мясо. И каждый вечер хлеб и мясо. И он пил чистую воду. Ни из кулера, ни профильтрованную. Чистую воду. И так было каждый день. Каждый день этот человек, находясь один там, у потока Харафа, он чувствовал себя не одиноко. Он чувствовал, что он не один, но Бог с ним. Может быть, не было с ним ни одного человека, который бы разделял его видение или его направление. Может быть, не было ни одного человека рядом с ним, которые бы поддерживали его или хотели бы понять его, но он был не один. Бог заботился о нем. И в это время голода, в это время трудностей и проблем он чувствовал Божью руку. Аллилуйя! Утром хлеб и мясо. Вечером хлеб и мясо. Слава Иисусу! Друзья мои, это чудно. Мы, знаете, мы, может быть, в нашей жизни мы сталкиваемся, как мы будем жить. А на что нам жить? Может быть, кто-то проходит через какой-то кризис. Знаешь, я скажу тебе, у Бога есть вороны. И эти вороны, они очень послушны. Вы знаете, мы с женой буквально, она спрашивает, ну ладно, Новый год мы в церкви будем проводить. А мы что-то приготовим на первое число, первого числа, что-то кушать будем? Ну, готовить. Ну, я говорю, слушай, ну, давай, может быть, ну, как, ну, по старой такой советской традиции, говорю, пельмени, да? Пельмени. Ну, и мы так про пельмени. И знаете, сегодня прилетел один ворон. И как вы думаете, что он принес? Пельмени. Пельмени. Причем не магазинные, не смайлики эти, а домашние, я так предполагаю, настоящие пельмени. И я, как бы, говорил, ну, может быть, там жене нет вот... По утру хлеб и мясо, вечером хлеб и мясо. И ты не просишь ни у кого, ты не рассказываешь свою нужду людям. Об этом знаешь только ты и Бог. Но Бог знает твою нужду. Бог знает, Бог слышит. И у Бога есть вороны. И знаешь, я хочу тебе сказать. Возможно, Бог хочет из тебя сделать таким вороном. Скажи, ты хотел бы быть Божьим вороном? Каждое утро кому-то приносить хлеб и мясо. Сестра Тамара. Каждый вечер кому-нибудь лететь и приносить хлеб и мясо. Вы хотели бы? А что для этого нужно? Знаете, как одна сестра говорит, она говорит, вот когда у меня будет 10 миллионов, тогда я буду носить всем хлеб и мясо. Мы так тоже думаем, мы предполагаем. Но я хочу вам показать следующую историю. Следующую, которая откроет нам очень глубокую тайну и покажет нам о том, как Бог действует. Как Бог желает благословлять нас. Посмотрите, вот Илья живет у этого потока, кушает хлеб и мясо, все хорошо. Пришло такое время. Источник, откуда он пил воду, высох. Что делать? Восьмой стих. Мы видим, Бог опять обращается к Илье, говорит ему. Так бывает, когда что-то у нас заканчивается, мы должны искать Господа. Это правда. Илья был таким человеком. Он очень часто говорил Господь, что мне делать. И далее, посмотрите, написано. И было к нему слово Господне. Встань, пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, матери-одиночке, у которой есть ребенок. Нечего, абсолютно ничего нет. Она будет о тебе заботиться. Я уже забегаю вперед, но все-таки давайте я прочитаю. Бог сказал ему, встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел женщине, вдове, кормить тебя. И встал он. И пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот он увидел там женщину, вдова. Чем она занималась? Наверное, бизнес она там делала. Бизнес. Как там бизнес? Реснички. Она там что? Ногти. Что она? Бизнес. Может, у нее там своя фирма. Этим она занималась. Чем она занималась? Она собирала дрова. Для чего? Чтобы перепродать их? Нет. Это была нужда. Она собирала. Она не могла даже позволить себе купить дров. Она собирала. Вот так вот ходила и собирала. И посмотрите. И встал он, 10 стих. И пошел в Сарепту. И пришел к воротам. И вот там женщина, вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. А он закричал ей вслед и сказал, возьми для меня кусок хлеба в руки твои, свои. А она сказала, жив Господь, Бог чей? Твой. Она была даже не настолько верующая. Она не говорит, жив Господь, Бог мой. Она говорит, жив Господь, Бог твой. У меня ничего нет печеного. А только есть. И дальше смотрите. Такая она богатая. А у меня есть только горсть муки в катке. Немного масла в кувшине. Вот пару полен, дров я уже собрала. Пойду приготовлю это для себя, для сына. И дальше мы съедим это и умрем. И вот я думаю, что же это за такой Бог, который говорит, я буду о тебе заботиться и посылает меня к женщине нищей. Ну послал бы меня тогда к женщине богатой. Ну правильно так вот логично, да? Ну логично же, правда? Ну если ты хочешь обо мне заботиться, ну ты пошли меня к женщине, у которой есть муж. У которой там, она воротит там, как вот мы читаем из книги, притчи, Соломон говорит про женщину. Деловая такая, к деловой. Вот она комнату там мне будет кормить. Ну ты же можешь, почему? Ты посылаешь меня, я прошу у нее кусочек хлеба, а она мне говорит, ты о чем, парень? Ты вообще понимаешь, какое время мы живем? Ты вообще, ты осознаешь, ты просишь, я вдова, еще мать-одиночка, и ты мужик пришел, и ты последнее хочешь у меня забрать. Ты о чем? Мы сейчас вот с сыном это сделаем, приготовим, съедим, и это последнее, последнее. И я думаю, думаю, Господи, ну как так? Ну что, не было женщин, которые были бы богаче? Как? И я понял. Вороны. Бог показывает нам сегодня. Вороны. Это женщина. Бог сделал ей. Вы знаете, что самое удивительное, что вороны в Израиле, это считалось птица нечистая. А эта женщина, которая жила в Сарепке Сидонской, она вообще не была еврейкой, она не была израильтянкой. Она была из язычниц, она не была из народа Божьего. Вы видите такую параллель? Она не была верующая в Бога Израиля. И тем не менее, Бог посылает Илью к этой женщине. И посмотрите, что происходит с ней. И Илья говорит ей, женщина, не бойся, пойди, сделай то, что ты сказала. А что она сказала? Приготовлю для себя, для сына. Вот послушайте, наша жизнь, она похожа на жизнь вот этой вот женщины из Сарепки Сидонской. Когда мы живем только для того, чтобы приготовить для себя и для наших детей, следующее, что нас ожидает, мы умрем. Это правда или нет? Мы приготовляем для себя, для своих детей, и следующее, мы умрем. Но Илья говорит ей, не бойся, пойди, сделай. Сделай то, что ты сказала. Возьми пару полен, возьми там на скребе эту муку, возьми вот это масло, которое у тебя есть, приготовь. Но, но прежде сделай небольшой оперснок для меня, сделай пресный хлеб, сделай для меня. И принеси мне. А для себя и для сына своего сделаешь после. И вот я представил эту женщину. Вот она пришла домой, вот у нее два полена. Глядит в катку с мукой, чуть-чуть муки. Она говорит, ну ладно, вот чуть-чуть муки, масла. Ну вот я приготовлю оперснок, ему сделаю. А он говорит, а для себя сделаешь после. И вот она смотрит в катку. А с чего я-то сделаю-то после? Логично, так же мы обычно? Мы так же, да, смотрим или нет? Сестры. Она все масло вылила, из кувшина смотрит. Он мне говорит, сделай прежде для меня. Ты, говорит, не бойся. Сделай сначала для меня, а потом для себя сделаешь. И вот она делает, а как я для себя? А что я для себя? Там ничего нет. Из чего? И мы так, как люди, мы так думаем. Но что меня восхищает в этой женщине? Эта женщина пошла и сделала так, как сказал ей Илья. Мука в катке не истощится. И масло не убудет, если ты сделаешь так, как я сказал тебе. Вот если ты сделаешь так, как я сказал тебе, в твоей катке мука не истощится. И масло не кончится. Ты читаешь опять и думаешь, ну вот вторая сказка какая-то. Ну как так? И эта женщина, она пошла и сделала так, как сказал ей человек Божий. И дальше Библия говорит, и кормилась она, и он, и дом ее. Мука в катке не истощалась. Масло в кувшине не убывало по слову Господа, который он изрек через пророка Илью. Вы знаете, друзья, меня все время мучает этот вопрос. Где вороны брали хлеб и мясо? Кто-нибудь знает? Голод. Голод в стране. Вот я представил, голод в стране. Так, если я ворон. Такой, можете, большой ворон. Я думаю, и Бог мне повелел. И я думаю, где взять хлеб и мясо? При всем при этом нужно было два раза в день. Утром просыпаться и вечером. Где взять? Где во время голода взять вороны? Я подумал, единственное место, где можно было во время голода взять хлеб и мясо, это, наверное, какой-то зажиточный, как это его называют, таких людей в наше время? Олигарх. Где-то у олигарха. Более, наверное, еще у царя. И что делали эти вороны? Эти удивительно умные птицы, если кто-то наблюдал за ними. Помните, Иисус говорил, взгляните на птиц небесных. Помните? И эти вороны, они прилетали в место, где было мясо и хлеб. Они знали, где было место, где находилось мясо и хлеб. Брали там и приносили. Мы очень часто смотрим. А где взять? Мы смотрим, как эта женщина из Сарепты Сидонской. Мы заглядываем в нашу катку, мы открываем наши кошельки, мы смотрим наши счета, в которые там минус стоит. Минус. И мы думаем, а где взять нам? А где? Мы начинаем вот так, ну, а как нам закрыть наш кредит, который мы взяли? Сейчас сработать что-то не то. Мы так смотрим. Друзья мои, но Бог знает, что это была волшебная катка такая или такой кувшин чудесный. Нет, обыкновенная катка, обыкновенный кувшин. Но суть, которую мы должны сегодня взять, Бог заботится о своих детях. И я понял. Бог послал Илью специально к этой женщине, чтобы благословить эту женщину. Бог послал этого человека к этой бедной вдове, чтобы благословить ее. И она во время нужды, во время голода, она поняла, в чем суть благословения. И следующее, что я вам скажу, некоторых шокирует. Отдать последнее. Это звучит для сегодняшнего даже христианства. Звучит дико. Отдать последнее. Мы думаем о себе слишком много, или по-другому. Мы стали думать о себе слишком много, чем о тех людях, которые в нужде. Мы о себе и о своем думаем намного больше, чем о Божьей работе и о Божьем деле. Мы о себе и о своих детях думаем больше, чем о Божьих людях, которые служат где-то на передовой, посвящают свою жизнь, решают себя комфорта. Жертвуют последним. Мы думаем о себе более, нежели чем о них. Наш взгляд, вдруг ты начинаешь замечать, что ты в небо так редко смотришь, а все время смотришь в эту катку. В эту катку. Ты смотришь в этот кувшин и в эту катку. Вместо того, чтобы смотреть на небо. Вместо того, но вспомните времена, братья, сестры. Вспомните те времена, когда вороны прилетали к вам каждый день. Вспомните, как Бог заботился о вас. Как Он благословлял вас. А вспомните, когда вы были этим вороном, а потом вдруг что-то произошло. Ты получал от Господа хлеб и мясо, и ты делился с другими людьми. Ты видел нужду. Ты был жертвенным. И делал это не один раз и не два раза в день, а больше. Твоё сердце было широко, а потом что-то произошло с нами. И мы не видим нужды других людей. Мы думаем только о себе. И мы думаем только о своём. Это удивительная история. Знаете, что объединяло Илью и что объединяло эту женщину? Их объединяла одна вещь. Они делали то, что Бог говорил им делать. И если в первом случае Илья напрямую слышал Господа и делал то, что Бог говорил ему, то женщина в Сарепте-Сидонской, она не имела такой возможности. Она не имела таких близких отношений с Богом, как Илья. Но она слушала, была послушана тому, что сказал Бог через Илью. И я молю сегодня о том, чтобы церковь, наша церковь и церковь в России, она научилась слышать Господа. Я молю о том, чтобы в церкви было много Ильев, которые бы провозглашали Божье Слово, которые говорили то, что делать. И я молю сегодня о том, чтобы каждый из нас, он был готов сделать то, что Бог говорит ему. Не надо разламывать катку, разбивать кувшин, нет. Нужно смотреть почаще в небо, научиться Ему доверять. И я сегодня говорю не только о материальных вещах. Я говорю сегодня о духовных вещах, о нашей жизни, о счастье, о наших семьях, о наших детях, о нашем служении, о котором мы печемся. Вы знаете, трудные времена, это возможность проявить себя Богу. Не бойтесь их. Следуйте за Иисусом. Что сделал наш Господь? Он пожертвовал. Он отдал последнее, самое дорогое, что было у Него. Он отдал самого себя. Он принес свою жизнь на крест, чтобы мы имели жизнь вечную, чтобы мы имели спасение, чтобы мы переживали Его любовь. И мы должны учиться у Иисуса этому. Научиться следовать за Иисусом, научиться отдавать последнее. Вы знаете, в мире у меня был друг. Он сейчас его нет, он умер. Но этот парень, я помню, его сердце было настолько каким-то широким или большим, я не знаю. Он не был таким посвященным Богу. Он верил в Бог, но не был посвящен Бог. Но я помню, он всегда готов был отдать последнее. Когда он увидел чью-то нужду, ну, своих друзей, знакомых, близких, он всегда был готов отдать последнее. И знаете, вспоминая Его, так редко и так мало сегодня в христианстве ты встретишь таких людей, которые бы готовы были отдать последнее. И сегодня я задаю вопрос вам. А что будет с вами, если вы все потеряете в одночасье? Что будет с вашей верой? Если вдруг Бог так в своих планах запланирует лишить вас всего? Но это уже другая история. Но тем не менее, мы читаем об этом в Библии. И Господь всегда говорил нам и предупреждал, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржавчина истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, где ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут. Я слышал одну историю не так давно. Один пастор мне рассказал ее. Бог благословил одного брата, поднял его из руин, из праха. Благословил его, дал ему хорошую работу, бизнес. И он никогда не оставлял служения, он старался служить. И так получилось, что Господь дал ему возможность. И он купил себе хороший, новый автомобиль, последний марки Тойота, огромный джип, новый, из салона. Такой, знаете, кто бы хотел бы автомобиль из салона, Дима. Так, да, хорошо. В одном городе была конференция, и он приехал на машине в этот город. Все вышли, вау, брат, слава Иисусу. Так здорово. Бог тебя благословил. И он тоже, да, слава Богу. Все так порадовались, посмотрели, заглянули, пык-пык-пык-пык, все так хорошо. Началась конференция, зашли. И с утра до обеда они прославляли Господа, назидали Словом Божьим. А во время обеда этот брат вышел на улицу, смотрит, его автомобиля нет. От дома молитвы прямо его, гудь. Через 9 месяцев нашли этот автомобиль в Монголии. Там уже Монгол на нем. Какой-то Монгол. По дешевке купил, езди. И я не знаю продолжение этой истории, смог ли он его вернуть или нет. но это жизнь. Это наша жизнь. Это то, в чем мы живем. Конечно, я научился этой истории. Дима, не надо покупать новый с автосалона такой большой автомобиль. Ты подвергаешь опасности то, что у тебя его украдут, потому что за этими машинами не охотятся. Как? Ну, нервная система это само собой, переживания, и все такое. Жизнь напрасно, ты же тратишь силы. Послушайте, что будет с нами вдруг, если мы все потеряем? Что будет с нашей верой? Самое дорогое, что мы должны иметь в нашей жизни, это Иисуса. Илья был удивительным человеком. Иисус был важнее для него всего, что есть на этом свете. Он проходил через трудные времена, гонения. Он очень часто был один. Но это был удивительный человек. Он имел общение с Богом. Он имел близкие отношения с Иисусом. Это то, чего нам так не хватает в этой жизни. Мы ищем человеческого общения. Да, нам одиноко. И мы ищем человеческого общения. И внутри мы вдруг осознаем, что нам все равно чего-то не хватает. Даже тогда, когда ты в браке, ну, так думают, вот выйду замуж или женюсь, и, наконец, одиночество, оно, оно уйдет. Я в браке уже 25 лет. Но я скажу вам, если бы не Иисус, я был бы одиноким и в браке. И если вы спросите мою жену, она так же вам ответит. Потому что никто без Иисуса вся жизнь становится пустой. Деньги, которые мы тратим, они становятся, это становится пустым. Работа пустой. Воспитание, радость детям, все становится без Иисуса пустым. не таким, каким Бог желает увидеть наш мир, нашу жизнь. Мы смотрим черно-белый телевизор и думаем, он цветной. Думаем, так оно, ну, кто помнит черно-белый телевизор? Помните, когда появились цветные, как у нас глаза открылись? Я помню, когда первый раз я увидел цветной телевизор, у нас был черно-белый, и потом я пришел к другу, а у него цветной, и мои глаза, я не мог оторваться. Вот так и жизнь наша без Иисуса. Она черно-белая, она есть, да, но она черно-белая. И мы можем быть в церкви, как уже говорилось, мы можем быть в собрании, мы что-то можем делать, но если в нашей жизни нет Иисуса, наша жизнь будет черно-белой, мы не сможем получить истинного счастья. Эта женщина, вы знаете, продолжение этой истории очень удивительно, несмотря на то, что она наблюдала картину некоторое время, мука не убывала, масло, ну, мука не истощалась, масло не убывало, она видела все это, но тем не менее, она не верила в Бога. мы можем тоже видеть Божью заботу, но это настолько становится для нас таким, знаете, как привычным делом. Мы уже так, знаете, ну, вороны прилетели там, как ты вообще, ты подумай головой своей, вороны к тебе прилетели, а что здесь, они год уже тут летают ко мне, знаете, год, уже это хлеб, мясо уже. для нас, для нас эти Божьи благословения, вот такие, они вдруг становятся привычными, мы просто привыкаем к этому, для нас это становится естественным, ничего особенного не происходит. Где в вашей церкви чудеса? Где? Вот в вашей церкви нет чудес. Какие тебе еще нужны чудеса? Денис, какие тебе нужны чудеса? Ты только вчера про пельмени говорил, сегодня они у тебя есть. Какие тебе еще нужны чудеса? Никто про это не знал, кроме тебя, Бога и жены. Что тебе еще нужно? Мы привыкаем так. И эта женщина, она так, она видела, ну как само собой разумеющееся. Но знаете, Бог, Он ведет нас к цели. Ему важно не то, чтобы мы вот только забот, переживали Его заботу. Бог ведет нас к цели, чтобы мы были близки к Нему. Смотрите, что происходит. После этого, 17 стих, заболел сын у этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. что произошло? Умер. Как так? Как так? Умер. И она, она пришла к Иле и говорит, что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего? Вы чувствуете горечь? Горечь в адрес Бога. И он сказал ей, дай мне сына твоего. И взял его с рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и возвал Господу, и сказал, Господи Божий, неужели ты, вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее? И простершись над отроком трижды, он возвал Господу и сказал, Господи Божий мой, да возвратится душа отрока сего в него. И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илея отрока, и вел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илея, смотри, сын твой жив, и сказал эта женщина Ильи, теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих истина. Когда она узнала? Слушай, женщина, ну как, ты вот, ты вот собиралась умирать, ты уже умирала, ты и сын, ты хоронила уже своего сына, и ты сама уже ложилась в могилу, ты сама говорила, съедим последнее и умрем. Посмотри, ты живешь некоторое время, ты сыта, обута, одета, все при тебе, жива, здорова, своими ногами приходишь в дом Божий. неужели нужно, чтобы твой сын умер, чтобы ты поняла, кто он? Послушайте, к чему ведет нас Бог, и почему вокруг нас вот все вот эти передряги, почему вдруг вокруг нас происходит то, что нам непонятно, страшно. То, что вызывает внутри нас горечь, обиды на Бога, людей, все это происходит по одной причине, чтобы мы узнали, кто есть Господь, чтобы мы узнали, кто есть человек Божий, люди Божьи, Церковь Божья, и что Слово Господнее является истиной. Это будет происходить до тех пор, пока мы не узнаем, что оно истина. Поэтому я спросил вас, что будет с вашей верой, если в одночасье вы все вдруг потеряете, то, что вчера вам Бог дал. Давайте мы встанем на наши ноги. Первое. забудем это слово сочетание. Съедим последнее и умрем. Аминь. Мы не собираемся съедать последнее и умирать. Мы собираемся давать. Ты говоришь, как? А Бог говорит, мука в катке не истощится и масло не убудет. Ты спрашиваешь, как такое может быть? Это не твое дело. Твое дело делать то, что Бог тебе говорит. Заботься о том, что Бог говорит в твою жизнь. Не вставай с коленей, пока ты не услышишь, Господь, что мне делать? Я хочу знать твой план. Я хочу знать, что мне делать? И Бог скажет тебе, что делать. И когда Он скажет тебе, что делать, пойди и делай. И не заботься. У Бога есть много способов. Вороны, катки, которые не истощаются, кувшины с маслом. Много способов. Заботься о том, что я должен делать. Небесный наш Отец, Отец, Продолжение следует...